А за все время войны на Донбассе в руках у боевиков уже побывало более трех тысяч украинцев. Военные, гражданские, мужчины и женщины многим после освобождения приходится учиться жить заново. И, к сожалению, многие из них остались один на один со своими проблемами. Ирина Баглай продолжит. День освобождения. Местами смазаны, местами четкие до мельчайших деталей. Он теперь в памяти навсегда. День, разделивший жизнь на до и после плена. Азолицкий Евгений Чуднецов провел в руках у боевиков почти три года. Ну, помню, 14 февраля. Конечно, помню. Ну, БТР наш танком подбило. Он попал в плен во время боя под Широкино. Потом были длительные допросы и пытки в родной Макеевке. Из оккупированного города Женя уехал еще осенью 14-го. У нас там куча в 14-м году, в 15-м году. Там куча такого творилось всякого, нехорошего. Там куча пьяных людей ходила с автоматами. Азовец из Макеевки, воюющий за Украину. Для боевиков он был предателем. Его пытались использовать для пропаганды, угрожая расправой родным. Ведь недалеко от Макеевской тюрьмы, дома, оставались Женины мама, бабушка, сестра и брат. Оно, по-моему, одинаково. Когда ты сидишь, можно сказать, в полоне, либо в тюрьме, либо еще в каком-то заперти, тебе как бы разницы нет, что ты в 20 тысяч километров, что ты в 20 минут пешком ходишь. Читая надиктованные боевиками и российскими кураторами тексты на камеры пропагандистских каналов, Евгений понимал, это его единственный шанс не пропасть бесследно в подвале. А это кадры взятия в плен киборгов. Тогда лица, выбравшихся из-под завалов Донецкого аэропорта, увидел весь мир. Засветив киборгов в эфире, боевики уже не могли незаметно с ними расправиться. Десантник Александр Машонкин помнит почти каждый день 7-месячного плена. Сначала их жестоко избивали боевики Гиви и Моторолы. Психологическое давление, пытки и неизвестность. И Азовис Евгений, и Киборг Александр, как и все остальные, до последнего не знали, когда окажутся на свободе. Александра освободили в 15-м, Евгения в конце 17-го. А перед этим псевдосуд, так называемый ДНР, дал же не 30 лет строгого режима. Но даже в застенках бойцы не считали себя узниками. Я и в тюрьме был свободным человеком. Свобода, на самом деле, не ограничена какими-то стенками тюрьмы, либо свободной перемещения. Свобода, она в первую очередь вот здесь. Вернувшись домой, Киборг Александр возвращался к нормальной жизни сам. Полтора года только залечивал раны. Но самым сложным оказалось выбраться из бюрократической ловушки. Я купил часу потратил на собирание, блин, доведок всяких бумажек, блин. Я чуть не рік собирал паперы, всякие разные, бо без того папера ты никто, без того ты тоже никто, без того совсем никто. Уже позже на помощь пришли волонтеры. Азовцу Евгению повезло чуть больше. Его и еще 72 освобожденных под крыло взяло государство. С их возвращением стартовала программа реабилитации. Мы сейчас отработали программу на день лекования и такой постезалезийной поддержки тех, кто были свободны 27 числа. Медицинскую помощь, да, предоставило государство. Прошел я там все обследования, которые хотел попроходить. Ну и МРТ там попроходил. Но я сам просил сделать это, сделать это. Это я все фамилию был. Основную функцию, конечно, свою она выполнила. То есть провел обмен первую, ну и предоставила медицинскую помощь. Документы. Первое, чем озадачились освобожденные. Власть обязалась помочь и в этом вопросе. Но тут их снова опередили волонтеры. Главный и самый болезненный вопрос для освобожденных – это жилье. Для тех, кто родом с Донбасса. Женя поддерживает связь с земляками. Говорит, их обеспечили крышей над головой. Частично. Либо волонтерские организации порасселяли, либо там обычные граждане, предприемцы, предприниматели сняли на первое время. Обеспечить жильем жителей Донбасса. Эту задачу государство возложало на местные администрации. Для бывших заложников ищут квартиры и дома. Но проблема в том, что в Украине просто нет фонда резервного жилья. Его могут створивать местные рады, местные администрации. На засадах спи-финансирования мы готовы допомогать вырешенцам. Пример такого сотрудничества – зона АТО. Розблоковали процесс отримания житла, зокрема в Мариуполе и в Покровске. На засадах спи-финансирования 50% из центрального бюджета, 50% из местного бюджета. Но за бортом программы реабилитации и сопровождения более 3000 украинцев, освобожденных ранее. Чтобы помочь и им необходимы изменения на законодательном уровне и деньги. На низку этих заходов нам предбачено 96 миллионов в этом году. Также чиновники спорят, предоставлять ли освобожденным статус бывших заложников. Противники этой идеи ссылаются на психологические нюансы. Сами же освобожденные уверены, документ значительно упростил бы им прохождение бюрократических лабиринтов. А пока и Евгений и Александр планируют дальнейшую жизнь. И надеются в первую очередь на себя. С дня оглашения приговора начал строить планы на самом деле. Ну сейчас закончим уже по зубам, пока оно будет приживаться там все эти импланты. Ну вернусь в свою часть. Александр за два года так и не устроился на работу. Это сейчас задача номер один. А мечты о пополнении в семье. Семейные планы, стать батьком. Моя количество не лякает, как то говорят. Главное, чтобы была способность их обеспечить нормально. Ирина Баглая, Галина Якушко, Светлана Трунова, Вадим Сверидонов. Подробности недели, телеканал Интер. Ну и хотя бы частично решить проблему с обеспечением обещают в Кабмине. Освобожденным из плена боевиков украинцам выплатят по 100 тысяч гривен разовой помощи.